у нас есть интерьер давайте мы их вскроем пока наши объекты ненужные я просто control z нажал потому что я ходил временно оставим какие-то маловажные объекты на стену до чтобы сильно не заморачиваться потолок тут есть как вы видите да у нас в отображении бокса вот поэтому как бы мы видим сквозь него итак первым делом что мы делаем у нас с вами есть допустим интерьер да еще хотел такой момент сказать у нас дверь входная выходит соответственно наружу да вот ценка ограничивается на всякие пожарные да я эту этот момент тоже блокирую то есть попадание сюда света почему потому что у нас неизвестны будут чели тут не будут череда порталов мы тут с вами стоять не будем использовать их не будем поэтому мы лучше предостережемся то есть делаем вот такой вот боксик вот которым закроем дверь и назначим черный материал что мы делаем дальше дальше у нас есть интерьер но обычно как это происходит я советую по какому принципу подходить к настройке интерьера то есть модели соболванка модели там пол потолок стены да какие-то элементы там принципе можно и все смотреть ну грубо говоря модели все потом начинается текстурироваться все да все очень просто то есть у нас для того чтобы от текстурировали мы до для того чтобы нам заняться шейдингом вот нам естественно необходимо необходимо правильная внешняя среда или примерно правильно ну что это значит ну значит чтобы у нас был примерно настроен свет иначе мы с вами не сможем настроить материал вот это само собой очевидные вещи значит у меня сценка настроена у меня сценка с материалами и перебрал подготовил значит так у меня материалы все лежат здесь на месте я сделаю следующим образом открываем материал эдитр вот и назначаем поварает материал то есть начинаем для того чтобы понять да как наша сценка будет освещаться для того чтобы понять какие у нас будут базовой интенсивности вот потому что ну что такое базовая интенсивность да многие я знаю читал и видел как бы эту сценку взял использую допустим корона sky естественно для освещения в инверомете и допустим ставят там какой-то меняет мульт мультиплеер да интенсивность этого скоро корона sky на какое-то значение вот там может быть там 0.5 на 0.2 по разному вот я не могу понять честно говоря логике этого корона sky всегда использую на своих работах естественно единицы почему но потому что у нас с вами есть еще другие источники света до которые у нас в сцене присутствуют разной еске там ну прочие источники света искусственного освещения вот которые имеют соответственно у нас кто особенно привык после в рай имеет единицы измерения до света потока света это люмены вот так что мы с вами ориентируемся на эти люмина эти люмина соответственно привязаны к чему-то то есть какая-то точка относительности у нас должна быть в цели вот ну я всегда предпочитаю брать за точку относительности это дефолтный стандартный корона sky без каких-либо изменений то есть мультиплеер я не меняю относительно этого конечно у меня нормально выставляются в единицах другие источники света вот если вы используя художный подход то есть на глаз настраиваете да вы можете там менять допустим уменьшать интенсивность sky внешнего до компенсировать потом это все экспозиции и так далее ну это все оказывает источник света вот вам придется настраивать естественно вручную и подгонять тестировать рендерами как для меня лично не очень удобно вот значит я беру материал overwrite где-то у меня тут есть так сейчас я сброшу материал эдитор значит создаем материал то есть для overwrite то есть мы с вами я использую overwrite можно использовать если вы смотрели геометрию она у вас есть даже перед началом текстуринга вот вы можете использовать просто любой материал накинуть на вашу геометрию до один материал вот и соответственно без всяких варайдов его используют значит для настройки освещения естественно я использую белый материал вот серма да грубо говоря значит еще такая небольшая ремарка особенно для новичков которые только входят в это дело как бы познают освещение лайтинг и шейтинг да есть такое понятие оно достаточно давно присутствует уже называется оно альбедо то есть альбедо это не что иное как некий коэффициент который у нас определяет количество отраженного от наших объектов света ну что это значит есть лист бумаги офис на и грубо говоря да на него попадает сто процентов света какого-нибудь от него какая-то часть отражается и мы его видим за счет этого в реальном мире так вот были произведены и нами как бы есть другие данные в интернете замеры так сказать фотоэксперименты вот белая бумага грубо говоря она вот представляете 80 грамм на метр обычная офисная для принтера для лазерного белого бумага она у нас отражает 70 процентов света то есть 30 процентов света она поглощает соответственно можно примерно себе да представлять так что значит у нас штукатурка она будет естественно не белее бумаги вот поэтому мы с вами будем использовать этот параметр альбедо в нашем тестовом материале а значит у нас с вами есть и по материалам да вот за альбедо что у нас часть за альбедо отвечает вот это значение hsv до валюта есть еще hsb фотошопе то есть брайк нас называется то есть это же самое значение то есть в 3d max и значит 255 это сто процентов соответственно это ноль процентов значит у нас так у нас в короне у нас короне значит есть множитель которые находятся рядом с нашими цветами и картами да он называется вот level это не что иное как можете то есть он умножает наш цвет вот это да на вот это число то есть если мы берем соответственно нам что позволяет он нам позволяет работать с плавающими значениями цвета то есть если у нас тут с целочисленные значения да то есть один два три четыре так далее то здесь мы можем с вами регулировать соответственно немножко точнее момент это очень хорошо и очень полезно очень полезный значит очень полезная функция очень полезным значит мы с вами договорились что у нас 70 процентов до отражает бумага света ну давайте скажем что штукатурка будет отражать там 65 или 60 процентов да то есть я оставлю здесь соответственно такой 065 до 65 процент от максимально белого хочу сказать если вы здесь если вы здесь поставите значит значение меньше соответственно вас общая обеда будет меньше то есть как можно еще по-другому если кто не привык к этому можете либо привык работать только с этой с цветом да то есть как рассчитать ну грубо говоря 255 умножаем на 06 получаем 153 то есть допустим можно использовать 255 цвет и 06 либо использовать level равна единица а тут поставить 153 то есть это будет одинаковый результат вот ну я привык использовать level потому что здесь один параметр а здесь сильно много надо контролировать поэтому цифрах я имею визуально чисто не попадать в какой-то нужен окей и так значит идем настройки значит рендер с этап еще где у нас так мтл оверрайдом находится у нас main settings вот позволяет нам сделать перекрытие материала кидаю сюда наш материал вот значит секундочку немножко меня притормаживает видать из-за записи значит справа у нас есть список исключений это очень важно очень полезный список на самом деле он нам предоставляет достаточно удобные большие возможности у меня там уже исключено 72 объекта это старые тесты сейчас я его открою и очищу список окей вот значит еще один момент который я хотел сказать про портал ну про портал и описал своем хелпе описывал как они создаются показывал все картинка кто не читал покажу еще раз значит портала у нас не имеет какой-то строгой зависимости по размеру то есть меньше ли он проемом больше ли он проема да единственное что я эти портала всегда устанавливаю снаружи то есть я беру допустим грид значит грит потерял грина play извиняюсь после гудини у меня немножко другие примитивы вот значит включая карта грид да и рисую вот так вот портал вот я не знаю чисто психологически отодвигая его от стены допустим отодвигаем от стены на там 5 миллиметров вот то есть мы сделали портал количество полигонов до у нас него не важно на данный момент то есть раньше это было у нас такая такое правило сейчас такого правила нет вот естественно значит этому порталу я применяю материал портал до корона сейчас значит корона портал мтл вот то есть этот материал у нас не имеет никаких параметров он у нас лишь указывает что данный объект является портал есть еще альтернативный способ создания порталов я о нем расскажу чуть попозже если не забуду конечно начну портал сделали давайте мы пометим что это портал у нас стоит почему потому что нам имена нужны будут последствия для списка исключений так ну что тут еще самое главное конечно это у нас окно вот значит окно я изолировал то есть мы для того чтобы да то есть у нас во первых список исключений сейчас попадет наш портал наше окно да потому что окно у нас должно пропускать свет если мы его не не включим список исключений варайт материала то соответственно у нас никакой свет сюда не пойдет вот значит что по поводу вот сразу про альтернативный способ создания портала скажем у нас в окнах да стоят стекла ну значит для правильной имитации опять же мы можем использовать несколько стекла до стекла пакет у нас имеет там два стекла одно стекло у нас имеет две грани соответственно подносим спичку к стеклу до видим четыре отражения спички стекля то есть если мы имитируем данный эффект то есть если нам надо то соответственно мы моделируем это правильно вот значит по сейчас посмотрю материал у меня тут есть значит по стеклу и по пластику давайте сразу расскажу ну вот у нас надо создать первый идет до лошадник такой чисто интуитивно без какого-то света без каких-то тестов вот значит нам надо создать пластик пластик у нас да какой-то белый опять же это понятно да то есть у нас 255 видите я ставлю я говорю вы можете использовать по-другому то есть меньше цвет и не используют левел я использую так и для пластика я ставлю допустим левел еще поменьше но 55 то есть почему ну потому что во первых у нас здесь окно да то есть отсюда будет у нас идти свет то есть окно будет являться неким источником конечно у нас будет достаточно сильно засвечиваться наш пластик и поэтому сильно белым я его не рекомендую делать дальше идем что у нас какие еще свойства есть у пластик но это отражение понятно то есть отражение мы регулируем также я ставлю белый цвет вы можете какой угодно даже использовать карту для для силы отражений ну в данном случае пластик упрощенный да без всяких карт то есть равномерное отражение и регулировать чисто интуитивно его там 076 примерно то есть я надо преимущество короны в чем еще огромные у нас есть превью материалов и она значит и она у нас очень корректно отображает материал то есть они примерно также будут у нас сцене отображаться соответственно мы можем упростить настройку наших материалов непосредственно только с помощью превью вот то есть мы настраиваем здесь пластик ставим иор определенный да вот есть скажем так опять же набор базовых свойств материала физических свойств да там где электрики металла и так далее вот я конечно не буду сейчас эту теорию рассказывать опять же там очень большая нам очень сложно вот скажу одно что есть расправочники некоторые да по иорам то есть fresh на лиор да на рефлет на самом деле рефлективити этот параметр называется значит у нас может варьироваться у диэлектриков примерно но от 1.5 до 1.7 у металлов соответственно там 10 20 примерно вот то есть значит для пластика вполне подходит такой же как и для стекла 1.52 да и соответственно глоссий по вкусу какой вам значит жене мышечков не постоянно любит учить поэтому ладно френы не фрешно значит пластик очень простой дальше идем смотрим что у нас есть в этом окне материал тут мультисап значит рубр это резинка которая внутри нам в данном случае не важно поэтому как угодно и и настраиваем алюминиевый алюминиевый профиль значит и стекло самое главное значит смотрите если у нас здесь используется стекло то есть просто play грубо говоря стоит наши в нашем обрамление окна в раме окна да то мы с вами можем я сейчас покажу примерный материал как его настроить ну опять же говорю да стекла и металлы стекла и металлы у нас с вами не имеют никакого диффуза просто запомните это не спрашивайте почему значит стекло у нас короне создается очень просто да мы добавляем относительно дефолт да убираем диффуз я видите левелом убрал ну кому непонятно могу убрать просто цвет на ноль еще да можно цвет не трогать можно левел поставить на ноль то есть ноль умножается на цвет все равно мы получаем ноль ну вот значит стекло очень просто и очень реалистично самое настоящее стекло будет имитироваться таким образом то есть мы добавляем левел относительно дефолт и добавляем левел на рефлекшн и левел на рефракшн больше ничего не трогать мы получаем с вами стекло да каустику не включаем вот это вот галочка да каустика у нас запрещает ну то есть свет начинает только через преломление проходить то есть должна рассчитываться каустика что естественно у нас не позволит нам осветить интерьер данном случае потому что при обычных настройках у нас каустика не рассчитывается очень долго очень сложно вот то есть этот параметр мы не строгаем Да, мы здесь используем Plane, мы можем включить Tin Refraction, то есть это значит, что тонкое у нас получается, тонкостенное стекло, вот, и вот тут у нас с вами будет в Advanced Options такая галочка стоять, Enviro Portals, вы не смотрите, у меня немножко по-другому, потому что у меня дневная сборочка, тут есть еще некоторые вкусные вещи, о которых я позже расскажу. Вот, значит, включаем галочку, ой, не то включил, sorry, Enviro Portal, да, что эта галочка позволяет, то есть наше стекло будет использоваться одновременно и как портал, соответственно, соответственно, вот этот портал, дополнительный, который мы с вами рисовали, нам не нужен. Обязательно, самая важная вещь, два портала ставить рядом нельзя, вы получите очень некорректные результаты, то есть вы будете с этим мучиться, долго не поймете, почему у вас не получается, портал должен быть обязательно только один, вот, и опять же, портал желательно ставить внутри, то есть он ускоряет рендер очень-очень прилично. Значит, вот такое стекло мы можем использовать с вами в окне, и он будет порталом. Если мы не используем в окне, да, в каком случае нам не позволительно использовать, допустим, в окне портал? Ну, я уже рассказывал, если мы с вами имитируем реальный стеклопакет, да, когда у нас стоят, значит, стоят два стекла, да, два бокса, имея четыре плоскости отражения, соответственно, мы не можем применить этот материал, потому что будет четыре портала, и, соответственно, у нас рендер пойдет ко дну в этом случае. Далее мы с вами идем в рендер-сетап, и идем в наш майн-сеттинг, да, вот у нас есть список исключений, да, из нашего оверрайда. Что мы делаем, то есть, значит, мы выбираем окно наше, мы выбираем наш портал, и нажимаем плюсик. Мы сразу видим, очень удобный этот плюсик, спасибо, Андре, конечно, огромное. Вообще, очень много таких вещей, о которых мечтали раньше, вот, очень, значит, удобные вещи. Значит, у нас появилось два объекта в списке исключений, да, смотрим, заходим, это наш Windows-балкон, да, окно, и портал, соответственно. Все остальные объекты у нас, соответственно, окрашиваются в наш тестовый материал. Далее мы идем, устанавливаем сюда Corona Sky, но я могу заново это сделать. У меня тут стоит абсолютно дефолтный, то есть, сейчас я выберу, где у нас Corona Sky, все, ничего не меняем в нем, как есть, так он и есть. Окей, вот, устанавливаю камеру, да, ну, камера у меня стоит, вот она. Значит, я использую всегда стандартную камеру, почему стандартную камеру, значит, удалю пока этот модификатор, а то могут многие запутаться. Почему стандартная камера? Ну, во-первых, у нее работает, клиппинг ее работает с Corona сейчас очень хорошо, и он сразу отображается у нас корректно во Viewport, поэтому мне достаточно удобно использовать стандартную камеру. Враевская камера никаких преференций нам не дает, то есть, ее параметры нам не актуальны, она тоже будет работать, но эффективность ее не выше, чем стандартная камера. Вот, камеру установили, значит, Corona Sky у нас есть, и приступаем, вот наш вид, да, значит, открываем Render Setup, да, вот такой момент истины. Какие же у нас тут супер настройки должны быть, да, чтобы нам корректно отрендерить. Ну, первым делом сдаем у нас, соответственно, разрешение небольшое для Preview, у меня небольшое разрешение, оно в пределах вот 1200 на 800 достаточно быстро рендерится. Значит, здесь что нам надо? На самом деле, очень мало меняется, что здесь, то есть, мы с вами пока что настроили Override, да, это понятно. Идем дальше, смотрим, что у нас, ну, у нас будет какая-то экспозиция, она тут уже настроена, давайте ее на дефолт сброшу. Значит, 1, 1, вообще давайте сделаем так, значит, я сброшу все на дефолт, чтобы вот как с нуля начать. То есть, вот вы открыли Render Setup, вы его не устанавливали, не сбивали, он в дефолтном у вас есть, стандартном. Значит, какие у нас настройки нужны? Ну, лично мое такое мнение, лично моя приверженность к этому, я всегда отключаю, значит, идем в Virtual Frame Buffer. Сеттинг, да, VFB сеттинг, вот, я отключаю здесь фильтр, ну, потому что я не люблю мазнинг. Кому нравится, может, его оставить. Что еще мы с вами настраиваем, значит, ничего, по сути дела, больше не настраиваем. То есть, HD Cache у нас стоит по умолчанию, по втрессинг у нас стоит по умолчанию, да, больше никуда не лезем, то есть, HD Cache по умолчанию вполне-вполне подходит, то есть, и для финалки, и для превью. Жмем Render. Да, вот мы видим, какое освещение получилось у нас, да, то есть, у нас в Frame Buffer есть Color Mapping, такая вкладочка очень хорошая. Вот, тут мы можем с вами в реальном времени изменять экспозицию, компрессию, контраст, да, то есть, некий такой пост очень хороший. То есть, мы с вами можем сделать поярче. Вот, у нас появляются засветы, за засветы у нас с вами отвечает компрессия. Вот, мы можем компрессию поднять, да, и немножко выровнять нашу яркость из засвета. Вот мы получаем с вами, по сути, базовое освещение, относительно которого мы будем плясать. То есть, вот эта экспозиция, вот, она будет ключевой точкой в интенсивности, да, то есть, базовой интенсивности. Вот, почему, как бы, ну, в принципе, достаточно быстрый рендер, мы с вами видим, прошла минута, уже, как бы, шума достаточно мало. Значит, нажму Stop. В принципе, все. Базовое освещение у нас настроено. Да, мы с вами еще можем поставить солнышко. Рендер у нас быстрый, как вы видите, очень быстрый, да. Давайте солнышко поставим. Так, у меня источники света тут есть уже какие-то в сцене. Вот у меня солнышко стоит. Ну, просто солнышко короновское, да, можете использовать, конечно, вы смело систему Daylight, да, то есть, там используется короновское солнце, вот, то есть, это кому как удобнее, я использую то, которое родное. Вот, значит, что у нас солнце? Включаем солнце. У нас есть у солнца два параметра важных, которые нам в данном случае нужны. Это интенсивность и размер солнца. Итак, интенсивность солнца у нас, в отличие от Sky, она может меняться. Вот, мы же понимаем, что в реальности у нас солнце может, да, проходить через какую-то, через облачную, да, погоду, облачность какую-то. Для достаточно солнечного дня я ставлю всегда порядка 0,5. То есть, ну, опять же, это дело художественного вкуса. Вот. Sun Size. Sun Size у нас, значит, позволяет настраивать размер солнца, что влияет у нас на мягкость теней от солнца, да. То есть, дефолтное значение 1, это у нас будет очень четкой границей. Я, естественно, предпочитаю делать помягче. Порядка трех стоит. Значит, что у нас еще тут важно. Ну, Sun Position, это у нас, естественно, вращение солнца, да, по горизонтали и его высота. Все, мы включаем опять камеру. Давайте сделаем так. В этот раз я нажму замечательную кнопочку Start Interactive, называется она. То есть, в интерактивном варианте я могу, смотрите, как очень хорошо и очень вкусно это все работает. Я меняю угол у солнца, да, оп. Я меняю еще, допустим, угол. Мы видим, как очень быстро у нас рендерится в реальном времени интерьер. То есть, вообще, это такое, честно говоря, небольшое чудо. Почему? Потому что у нас не используется с вами ГПУ. Все рендерится на ГПУ, да, а скорость у нас, я думаю, не уступает ГПУшным решениям. Вот. И это большая заслуга разработчиков, в частности, Андре. Вот. За что ему огромное большое спасибо и огромное уважение. Значит, солнышко у нас есть, да. Помимо солнышка у нас с вами появились и засветы. Ну, засветы, да, у нас немножечко светилась сцена. Мы с вами что, понимаем, да, у нас тут появился источник света дополнительно, помимо СКАЯ, который у нас дает вторичные отскоки достаточно большие. Мы получаем больше, ну, все как в реальности. То есть, абсолютно все физически корректно. Вот. Ну, и получаем засвет. Ну, естественно, мы с вами это дело можем подрулить. У нас есть компрессия. Мы ее можем увеличить, допустим, до 8, да. Можем до 10. Можем до 15. Итак, мы с вами настроили, да, мы видим, что похоже на солнечный день. Ближе к вечеру у нас угол 50 градусов у солнца, да. Мы еще можем угол поднять. Смотрите, вообще будет вечер, да, солнышко становится желтым. Итак, нажмем Стоп. Все, мы с вами настроили базовое освещение, относительно которого мы будем строить с вами нашу стену, да. Ну, тут все очень просто у нас с вами. Дальше идет, что основные элементы, которые нам создают, да, общее освещение, это стены, это пол и потолок. Настраиваем с вами стены. Значит, чтобы настроить стены, в данном случае, я уберу пока на другой экран, вот. Я, значит, выделяю стены, включаю список исключений, да. То есть, посмотрим, какой материал стен есть. У меня он уже настроен. Я вам покажу просто, объясню. Так. Снимем материал. Значит, вот у нас основной материал. У нас с вами стена, да, имеет, ну, так сказать, в оригинале, в референции, она была серая. Поэтому альбедо я уменьшил до 0,4. Вот. Более серое. Можно еще более серое сделать. Но это дело, так сказать, не то, что вкусу, да. То, что нужно реализовать, да. У каждого свои задачи. То есть, серую, какой серость и так далее. То есть, можно регулировать либо цветом, либо уровнем. Дальше у нас с вами идет карта. Вот такая вот. Сейчас я посмотрю. Вот. Эта карта будет использоваться, имитируя глосси нашей штукатурки, да. То есть, на стенах у нас будет с вами штукатурка. Значит. Эту же карту, в принципе, мы можем с вами кинуть, да, на силу цвета рефлекта. Вот. Хочу, да, еще сказать, то, что она лежит у меня в Color Correct, да. Ну, это для того, чтобы я мог каким-то образом ее в реальном времени регулировать, да. То есть, где-то мне больше отражения, где-то меньше. Значит, мы опять же откроем наш материал. И посмотрим. Тут очень хорошо видно. Не знаю, видно ли вам, не видно. То есть, если мне надо, там, силу рефлекта, допустим, увеличить. Но я увеличу, я не знаю, достаточно она мне будет или нет. Я сейчас у меня чисто художественный подход. У меня нет четкого ТЗ, естественно. Поэтому просто как красивее. Значит, материал у нас назначен. Значит, у нас с вами исключена стена. Вот она появилась. Вот. Ну, и включаем интерактивный рендер. Ну, мы с вами начинаем видеть, надеюсь, вы начинаете видеть, да, проявление нашей штукатурки. Вот оно. Проявляется постепенно. Давайте сделаем так. Интерактив выключим. И я сделаю, чтобы понятнее было, без шума, да. Я сделаю регион рендер, чтобы побыстрее рендернуть этот момент и посмотреть, насколько будет наша стена удовлетворять нашим условиям, грубо говоря. Ну, рельеф, значит, какой-то появляется. Его немножечко видно. Конечно, надо учитывать, что у нас сейчас с вами разрешение низкое, да. Вот его видно, кстати, рельеф наш. Вот. Вот. Разрешение маленькое. На хай-райзе у нас все это дело вылезет. Ну, нам, грубо говоря, не хватает здесь рефлекта. Вот. И его очень легко можно подрулить. Нам надо сделать поярче, банально, нашу карту, да. Вот. То есть я беру Brightness. Сейчас, секундочку. Вот, появился, да, и добавляю. Допустим, вот так. Ну, можно, кстати, контраст еще прибавить. Для того, чтобы наши темные места не отражали, да. Либо имели минимальный тралин. Вот. Вот так вот поярче сделаю условно. Итак, давайте рассмотрим. Что же мы сложного с вами сделали? Ну, во-первых, свет мы базовый с вами настроим очень просто и быстро. У нас нету никаких артефактов, да. У нас считается очень быстро это все. Мы с вами, значит, потратили минимум усилий для достижения нужного результата. Второй момент. Шейдинг, да. Штукатурка, да. Вот она непростая. То есть белая, это понятно. Мы ставим с вами цвет и на этом закончили. Здесь у нас мы регулируем с вами интенсивность рефлекта с помощью карты. Ну и глоссе, да, степень шероховатости, да. Глоссе микроповерхность еще называет. Ну, имитация микроповерхности. Вот. У нас определяется наша другая карта. Мы можем это с вами без карты обойтись, но это будет все равномерно. За счет карты мы с вами делаем некую такую реалистичность, да, реалистичную штукатурку, добавляем неравномерность. Вот и все. А, ну и естественно мы можем использовать бамп. Значит, с бампом тоже такая небольшая ремарка в короне. Ну, привыкли мы все регулировать бамп там десятками, двадцатками, тридцатками. Вот. В короне это немножко по-другому. То есть, тут у нас основное значение это от нуля до единицы, да. То есть, в данном случае штукатурка у нас, конечно же, не будет с вами такой каменистой, да. Она будет иметь за счет того, что она реально там полируется определенным образом. За счет этого, да, у нас глоссе возникает. Она будет иметь небольшой рельеф, ну, в пределах ноль целых двухсот. Значит, все. Все. На этом мы настроили нашу непростую, так сказать, штукатурку. Больше никаких моментов нет. Давайте дальше попробуем настроить наш пол, да, паркет. Выбираем пол. Паркет он у меня называется. Так. Значит, идем в Render Setup. Ну, естественно, его добавляем в наш список исключений. Потому что все остальные у нас объекты пока белые, да. Добавляем его в список исключений. Ну, четверочка появилась, значит, он добавился. Я проверять не буду. Ну, и, значит, снимаем материал, рассмотрим, что за материал у нас на паркете. Значит, вот наш паркет. Я выбрал там какую-то карту. Вот эту карту, ну, кстати, вот ее же надо положить. Что у нас паркет, да. Он все, по сути дела, однотипно, да. Паркет у нас имеет диффуз, вот определенный. Вот такое, да. И мы с вами можем еще использовать альбедо, да. То есть, альбедо, ну, грубо говоря, будем считать вот этот множитель за альбедо. Вот. Ну, давайте сделаем порядка 0,6. Да, мы видим, затемнелся. У нас, опять же, идет какой-то рефлект, да. То есть, отражение, слой отражения, да. Мы его с вами будем... Так, я выключил зря. ...задавать карты. Вот. Давайте посмотрим, что у нас за карта вот такая, да. Ну, допустим, я яркость ее увеличу немножечко, чтобы побольше отражения, да, сделать в данном случае. Значит, у нас совсем в легкой парке, да. Да, вот мы видим, отражение добавляется. Вот я увеличиваю яркость. Значит, яркость блика возрастает. Вот. Контрастность, яркость тут по вкусу можно регулировать. Вот. И, соответственно, глоссе мы тоже регулируем с вами с помощью вот такой вот карты. Вот она, оригинал, да. Которую я кладу в Color Correct. И непосредственно здесь кручу его, чтобы в Photoshop постоянно его не менять, эту карту. Все. Ну, дальше у нас, опять же, идет бамп, который имеет значение низко, потому что у нас достаточно контрастная получается карта. Все эти значения, цифрыки, по сути дела, да, они потом упростятся в их настройках. Почему? Потому что когда опыт придет, да, вы поймете, вот, какие значения используются, при каких контрастностях. Вот. Вам будут, конечно, это быстрее настраивать. В принципе, все. Мы настроили с вами паркет. Давайте мы опять попробуем рендернуть это с помощью региона, чтобы было быстро. И посмотрим, какой будет результат. Ну, вот, не знаю, насколько вам видно. Вообще, на самом деле, я проверяю таких случаев. Допустим, я возьму интерактив, включу сейчас. Я выйду в перспективу и полечу к нашему полу. Посмотреть, да. Как же он будет вблизи смотреться. Почему вблизи? Ну, удачно. Можно посмотреть. Ну, мы понимаем, что мы с вами настраиваем сейчас на низком разрешении, да. А в HighRaisy у нас, опять же, может вылезти все, что угодно. Вот. Тестировать мы с вами не будем. Вот. Можно посмотреть под разными углами, примерно вот под такими, да. И, соответственно, настроить нужный нам результат. То есть, либо добавить отражение, либо убрать отражение. Вот. Давайте примерно сейчас мы будем видеть наш паркет, да. Ну, мы его условно оставим сейчас пока таким. То есть, он у нас имеет какую-то неравномерность. Вот. Она настраивается, опять же, по вкусу, да. Либо по техническому заданию, по референсу, да. Как угодно. То есть, вот. Можно. Я бы даже, наверное, тут, честно говоря, уменьшил силу отражения. И добавил в Glossy побольше. Потому что мне не очень сейчас нравится. Чисто художественный момент. Значит, я включу карты. Значит, и Reflection немножечко уменьшу, допустим. Чуть-чуть яркость, да. Карту рефлекта. Вот. И, возможно, в Glossy, в Glossy я чуть-чуть тоже уменьшу. Совсем чуть-чуть. Вот. Посмотрите. Мы получили какой-то паркет, да. Он неравномерный достаточно. Ну, согласно нашей карте. Нашим картам. Вот. Вполне, так сказать, нормальный, да. Художественный. Кстати, можно было бы, допустим, тут еще. В данном случае уменьшить Альбедо. Давайте сделаем там 0,4. Чтобы немножко опустить, да. Наш пол чисто художественный. Вот. Чтобы возникли какой-то контракт, да. Как их у нас казалось поинтереснее. Вот. Ну, все. С пола мы с вами завершили. Значит, со стенами мы завершили. Мы сейчас отключаем MTL Override. То есть, он нам больше не нужен. И продолжаем смотреть, что у нас здесь есть, да. Еще в сцене. Так. Давайте, значит, что мы с вами сделаем. Ну, давайте что-нибудь умхайдим. Мхайдбинэйм. Так. Это диванчик. Вот. Давайте объект. Ну, сейчас мы с вами, вот сейчас, да. По сути, основная демонстрация настроек, да. У нас с вами она прошла. То есть, я вам достаточно подробно объяснил. Значит, сейчас мы еще рассмотрим несколько материалов. Таких как ткань. Там, может быть, зелень какое-то. Стекло. Да, там вода и так далее. Итак, наш диванчик. Ну, такой вот ткань. Как же у нас настраивается ткань? Ну, сами понимаете, ткани разные бывают, да. Допустим, она бывает какая-то в арсенисты, она бывает там джинсы, она бывает там, не знаю, шелк, да, который имеет анизотропное отражение и так далее. Обычная ткань. Ничего сложного не имеет. У нас на диффузе с вами, значит, естественно, ну, в данном случае фало стоит, якобы, да, с затуханием по краям, вот, как мы это можем увидеть. Ну, это стандартный прием, он везде используется, я не буду его объяснять. То есть, тут у нас более темный, на краях более светлый, да, в зависимости от угла зрения. Вот. Соответственно, альбедо на общий материал. Рефлекшн тут никакого нет. И, соответственно, у нас бам. Фасеты появляются, но может прокатит. Давайте посмотрим. Не всегда они будут у нас на, значит, присутствовать. Включаем, посмотрим, что будет с нашим диваном. Ну, вот, мы видим наш диван, достаточно быстро надеется. Да, еще, ну, про экспозицию я скажу еще пару слов, да. Так, значит, что такое экспозиция, кто не знает. Экспозиция – это совокупность фотографических таких параметров, да, как у нас выдержка, допустим, диафрагма, да, там. Поэтому, чтобы немножко сделать поярче, да, мы добавляем с вами экспозицию. Ну, вот, посмотрите. Значит, ткань вполне реалистично вышла, да. Мы с вами ее очень просто настроили. Диффуз – бам, все. Никаких, значит, танцев с бубном. Простая ткань, зато очень реалистично смотрится. Как будто она имеет даже ворсинки, такое ощущение. Понятно, с тканью у нас ничего сложного нет. По металлам давайте пройдемся быстренько. Снимем отсюда металл, посмотрим. Это тот металл, который здесь был, я его не проверял. Я ставлю на 0 левел, да. Поставлю еще и на черный, чтобы и психологически было мне проще. Вот, значит, про иор я поставлю 18. Вот, ну, и глосси по вкусу, так сказать. Кому-то хром нужен, кому-то хром полуматовый, да, кому-то еще матовый и так далее. Вот, соответственно, если мы на рендер запустим, стал он достаточно металлическим. Вот, мы видим блики. Вот, ну вот, мы получили с вами диван с металлическими ножками. Мне вполне нравится. Паркет, кстати, тоже неплохо вышел. Ну, значит, что еще? Ну, давайте что-нибудь еще посмотрим, что у нас там осталось. Бра. Вот, давайте Бра. Значит, у нас тут есть источник света. Бра. Вот, я его включу. Вот, я указал, что этому источнику света суждено светить 1500 люменами. Вот, указал у него цветовую температуру абажуры. Вот. Что он из себя представляет абажур? Ну, не что иное, как текстура ткани. Опять же, через color correct она наложена. Вот такая вот, да, она достаточно светлая. На самом деле ткани у нас, конечно, не будет белее нашей бумаги офисной. Поэтому 0,7 можно 0,6. Ну, пускай 0,7. Тут можно чисто художественно по вкусу. Дальше у нас есть транслюссенция. Такой параметр, да. То есть, он определяет степень просвечиваемости. У нас есть с вами цвет просвечиваемости, да. Значит, кто переходит с VRA, я скажу аналог to side материала, да. Чтобы понимали. А, кстати, мы еще с вами одну вещь забыли. Очень важно. Ладно, сейчас вернемся. Значит, на цвет мы кидаем такую же карту, как и на диффуз. И указываем степень просвечиваемости, то есть фракция. Она настраивается по вкусу. Ну, вот для плафона достаточно такого значения. Больше, в принципе, здесь ничего нет, кроме бампа. Ну, давайте быстро отрендерим, посмотрим. Вот такой вот плафончик, да. Он, на самом деле, чуть-чуть светится. То есть, ну, сейчас мы с вами это не увидим, потому что мы с вами забыли очень важную вещь. Мы с вами забыли штор с тюлями. Мы с вами наставили, у нас шел свет, все хорошо, все круто, да. Но тут на пути встает большая-большая преграда. Вот. Очень такая опасная, которая нам все время докучает во всех рендерах. Это тюль. Что же нам с ней делать, с этой тюлью? Вот. Ну, естественно, в других рендерах мы знаем, что с ней делать. Мы ее просто говорим, что ее как бы нет, но она как бы есть. Вот. Давайте посмотрим, что же нам предложит корона. Мы видим, что корона у нас пока справляется со всеми нашими задачами. Очень быстро, легко и просто с минимальными настройками. Про шторы я не буду говорить. Тут понятно, хоть ткани вешать. Что угодно. Вот. Что касается тюля. Значит, я описывал в своем хелпе, да, настройку тюля. Вот давайте я сниму с нее сейчас материалы. Посмотрим. Тюль. Что она из себя представляет? Это значит белая тюль, да, белый цвет с альбедос определенным. Это значит у нас, давайте я вот тут левел на рефракшн сделаю черным. Это значит, что у нас нету рефракшн, никакого рефракшн, никакого иора. Ради бога, можете использовать рефракшн. Но он будет чуть-чуточку, но медленнее, чем опасится. Вот. Рефракшн я тоже не использую, потому что он не отражающий у меня тюль. Вот. Значит, что касается опасности. Просто ставим половину. Ну, по вкусу, да. У нас опасности наоборот работают. Чем чернее цвет, тем прозрачный объект. Чем белее он, тем он не прозрачный. Ну, и не 150. Там можно по вкусу регулировать. Значит, соответственно, 170, 180, 190, да, вот это значение валюет. Это будет у нас менее прозрачный тюль. Соответственно, да, менее прозрачный, почему нам не рекомендуется? Ну, света будет проникать меньше и меньше и меньше. Вот. Чтобы тюль показалась нам тюлью, вот, чтобы она была, имела какой-то объем, мы обязаны просто использовать просвечивание. Вот. То есть, ставим на максимум и тут регулируем, опять же, по вкусу. То есть, 0,06, да, при максимальном цвете, вот, в данном случае, было достаточно. Продолжаем настраивать. Включаем нашу камеру и посмотрим, что же будет с нашим, с нашей тюлью. Хочу заметить, мы с вами ничего ниоткуда не исключали. Вот мы повесили тюль, настроили материал, она у нас полупрозрачная, да. Все. Повесили, не исключаем никаких материалов, фаверайдов, рейсвичи, да, там, не делаем. Нажимаем рендол, можно интерактив попробовать и посмотрим, что же у нас будет. Как мы потеряем с вами в яркости? А в яркости мы с вами однозначно потеряем. Вот, да, существенно мы с вами в яркости потеряли, но это и понятно. Света пошло меньше. Вот. Но я вам хочу сказать, что это реальность. В реальности все равно будет потеря света. Потому что свет будет рассеиваться от тюли, свет будет проходить, его отражаться частично, да, и так далее. То есть, это надо понимать. Конечно, в этом случае нам просто надо немножко выровнять экспозицию. Так. Поднимая экспозицию, да, нужно не яркости, да, но немножко ярковато становится. Но не забываем, у нас еще с вами контраст стоит 4. Давайте вернем его на 1, чтобы выровнять немножко. Да, так яркость можно подрулить. То есть, мы видим, да, что тюлька у нас получилась очень-очень хорошей. Вот так вот. Чем мне нравится корона, чем ее преимущество, я считаю. Тут не надо фейков. Вот не надо просто. Можно спокойно использовать прямой подход. Максимально физически корректно. И корона с этим очень хорошо справляется. Причем никаких тут особых настроек мы иметь не должны. Ну, сейчас после того, как мы с вами включили тюль. Так, у меня камера есть, она анимирована. Да, то есть, вот такой вот вариант можно взять, отрендерить. Так, вот опять интерактивный рендер. Посмотрим, допустим, как будет смотреться на стюле. Вот мы с вами видим, значит, соответственно, можем построить экспозицию. Можем построить, опять же, наш контраст. Как работает наш платформ. Он светится. Насколько он должен быть доплотный? Насколько он должен быть просвечиватым? Конечно, хочу обратить внимание на то, что плафон у нас состоит, имеет толщину в один полигон. Да, если у нас будет два полигона, то, соответственно, просвечивается он будет гораздо меньше. Вот, поэтому, если вы имитируете ткань, которая просвечивается, плафонная, да, то, соответственно, желательно делать это на полигональному. Если плотность, плотность этой ткани как раз у нас с вами определяется. Там, где у нас, вот, степенью фракции, да, то есть степенью просвечиваемости. Вот, и все. То есть, если надо более просвечивать тонкую, да, добавляем, минимум уменьшаем. В принципе, с плафоном и все. Еще какие-то такие моменты я хотел, значит, показать, рассказать. Продолжим настраивать наш интерьер. Ну, давайте уходим в остальные объектики. Коврик. Вот, кстати, давайте по бэку разберемся, потому что у многих вопросов возникает. И еще одна ремарка по нему будет, не забыть бы сказать. Как у нас делается бэгграунд, да, за окном. Ну, все делают его по-разному. Значит, так, все включено, надеюсь. Все делают его по-разному. Кто-то сгибает, кто-то там просто плейным и так далее. Материал очень простой. Значит, для бэгграунда у нас. Сейчас мы его снимем отсюда и посмотрим. Это Corona Light MTL. Вот. Значит, материал, который включает в себя два материала, да. Это самосвечение и это эмитер. По умолчанию, конечно, создается эмитер, когда мы создаем. Не забываем, не забываем отключать галочку Emit Light. Вот этот момент очень важный. Потому что долго можно потом думать, что же, почему не так все светит и почему все так шумно. То есть, отключаем Emit Light, получаем самосветящийся материал. Причем, при отключении Emit Light у нас автоматически вот этот объект, на который, к которому применен данный материал, становится абсолютно прозрачен для ГИИ, для любого другого источника света, да, прямого, непрямого и так далее. Значит, в текстуру помещаем нужную нам текстуру. В данном случае тут используется вот такая вот текстура. В принципе, и все. Яркость, конечно же, мы с вами регулируем мультиплеер, да, множителем интенсивности. Конечно, галочки вот эти все оставляем включены, обязательно, да, Visible Directly, то есть, это видимость прямая, видимость в отражениях, видимость в преломлениях, ну, альфа-канал. Ну, если Opacity еще используем, можно кинуть сюда текстуру с Opacity. В принципе, все настройки. Ну, по умолчанию, как бы, отключается галочка Midlight, кидается сюда текстура, и у нас одна переменная здесь всего лишь, это интенсивность нашего бека. Понятно, у нас тут солнце светит на нашу тюль, вот, он достаточно, тюль достаточно сильно засвечивается, но еще мы видим, что бек попадает в горизонт, видно, да, то есть, основная часть его это небо. Вот, допустим, если я сейчас солнышко наше возьму и выключу, давайте вообще солнце выключим, потому что солнце не всегда хорошо, чисто художественно бывает. Вот, я выключаю солнышко, соответственно, у нас немножко интенсивность уменьшается, и немножко синий оттенок становится, потому что синевая идет от нашего небосвода, видно немножко бек, но совсем плохо. Можно, конечно, его еще подрегулировать, так, ниже, ниже предела, ниже единицы. Ну, вот он там что-то проявляется, в принципе. Ну, давайте на единицу его оставим в данном случае, потому что сам бек, конечно, надо еще саму карту, вот эту по контрастности немножко довести в фотошопе, чтобы она работала хорошо. Значит, немножечко можно даже нам, в данном случае, убрать компрессию, можно поднять немножечко, да, экспозицию, вот таким образом. Вот, мы получаем вот такой вид без солнца, хочу сказать, то есть, overcast, так называемый, да, есть такое понятие, когда у нас солнышка нет. Выключаем интерактив, с беком все ясно, дети. Значит, что мы дальше с вами делаем? Давайте ухайдим теперь коврик, комод, значит, кровать, лампа, растения, шкаф, шкаф, плательность, шкаф, шкаф, не пускай шкаф. То есть, вот у нас куча объектов появилась с вами, значит, шкафчик, комодик, телевизор, да, книжечки, полочки. Все это простые материалы, вроде как, знаете, как ЛДСП, такое полуматовое, да. Вот, тут у нас стоят с вами лампочки какие-то металлические, также лампы подвешены. Ну, давайте, то есть, посмотрим, какие материалы. Керамика, керамика, понятно, все это в пределах, как бы, того, что я рассказывал, настраивается, плюс-минус. То есть, если мы возьмем керамику, грубо говоря, да, ну, у нас есть такая вот текстурка, с цветочком она видна. Сейчас она появится, вот она белая, да, и цветочек. Ну, понятно, что белая у нас такая не будет, она в реальности. Я имею в виду, у нас будет определенная альбеда, да, ну, 0,6 в данном случае. Вот. Значит, рефлекшн по вкусу можно добавлять, ну, в данном случае у меня максимальный он с уровнем единицы. И глоссий по вкусу, да, насколько она глянцевая должна быть, ваша керамика полуматовая, там, чуть-чуть глянцевая, вы сами определяете. Вот. В принципе, и все. Что касается растений. Ну, давайте, я не знаю, видно будет, не видно будет. Сейчас я продемонстрирую вот этот вид. Так, я взял, значит, вот смотрите, такая идея была. Взял компьютер самый слабый, который у меня был в наличии. То есть, это i7-980. Ну, на 4 ГГц он работает, то есть, он не сильно мощный. Вот. Сравним, так сказать, со средним компьютером на данный момент у большинства пользователей. И отрендерил на нем картинку. То есть, установил ограничение времени 2 часа, посмотреть, будет ли или не будет приемлемый результат для этой, при таких настройках, да, время 2 часа. Просто у некоторых там по 5-6 часов, да. Вот. У нас, соответственно, да, помню, что у нас с вами везде глосси есть. На полу, на стенах, на потолке. На всех наших объектах присутствует глосси, да, который имеет 25 переотражений. То есть, вы понимаете сложность расчетов бешка. Вот. Это, как бы, без всяких фейков, да, все как в реальности. Вот. И поставил ограничение 2 часа. К чему же, так сказать, это привело? Да, кстати, разрешение 2000 на 1334. То есть, вполне рабочее выходное разрешение для большинства проектов. Понимаем, конечно, больше разрешения, больше времени потребуется. Вот. Вот такой результат я получил. Вот. То есть, если я сделаю оригинальное разрешение, вот, время 2 часа, 100 пассов, получаем вот такой результат. Вот. То есть, мы видим бэк, да, на хайрезе, его видно. Вот. Мы видим, соответственно, наш неплохой получивший, наша неплохая получившая стукатурка, наш пол, значит, наша ткань, тут, кстати, она у меня похуже, потому что бампа мне не хватило. Ну, я уже не стал перерендеривать. Вот. Значит, что нам сейчас надо? Ну, плафон такой же, который мы с вами настраивали, вполне очень хорошо смотрится, который светит у нас вниз, да. Тут бы я хотел рассмотреть с вами, как нам сделать растение, да. То есть, мы видим растение. Изначально в оригинале они не очень смотрели, после постройки они начали немножечко поживее смотреться. Значит, стекло, которое здесь используется, да, точно такое же, как я вам показывал. То есть, стекло и в Африке стекло. Вот. Водичка, она чуть-чуть подкрашена, кстати, за счет чего я тоже сейчас объясню, она реализуется. Ну, и рассмотрим материалы наших растений. Итак, наши растения, да, куда же они еще могут быть? Вот. Что они имеют? Что в растении, да, у нас, как они настраиваются, зеленка? Вот. Ну, очень просто. У нас, значит, с вами имеется, естественно, какая-то диффузная карта. Сейчас она появится. Вот, да. У нас есть обязательно просвечиваемость. На просвечиваемость, цвет просвечиваемости, да. Можем цветом, можем той же картой, что на диффузе. Ну, значит, рефлекшн мы по вкусу, глоссе. Ну, бам, понятно, значит, как работать. Я не буду к этому возвращаться. В принципе, все. Мы получаем такое просвечиваемое, такое мягкое, хорошее растение. Тут не очень видно оно. Тот же самый принцип применяется ко всему растению. То есть, к бутонам, к зелени, да, и так далее, и тому подобное. С яблоками, по сути, дело то же самое. Да, чуть-чуть можем добавить просвечиваемости, чтобы они как пластик не смотрелись. Ну, не знаю, получились у меня такие яблоки или нет. Я не особо тут старался, если честно. Вот. Это можно... Совокупность таких физических свойств, как глянцевость, как степень отражения. Вот. Неравномерность отражения тоже, естественно. Ну, это все картами рулится. И в данном случае, конечно, желательно было бы применить SSS немножечко. Совсем чуть-чуть. Вот. Ну, опять же, два часа рендера. Такой вот с дофом, да, реальным. Вот. Ну, и вполне приемлемый результат. Да, шумок здесь присутствует, но он вполне-вполне художественный шум. Значит, что касается наших жидкостей, да, ну, вода – это то же самое, что стекло, за исключением одного параметра, который мы со школьного курса знаем. Вот. Ну, и у стекла тоже со школьного курса знаем. Это ИОР, да. Есть жидкость, да, она имеет ИОР 1.33. Это мы со школьного курса знаем. Давайте мы с вами вернемся к геометрии ДМАКС. Вот. Так, сейчас я, подождите, секунду открою эту жидкость. Мне ее надо просто взять. Вот она, жидкость, да, я сниму с нее материал. ИОР у нас совпадает с ИОРом рефракта. Рефлекта совпадает с ИОРом рефракта, обязательно. То есть, у воды это 1.33. Это каждый школьник знает. И цвет. Цвет, естественно, мы с вами… Любое цветное стекло, цветная вода, да, она регулируется абсорбцией. Знаешь, у нас тут есть с вами цвет какой-то, да, с ним весьма аккуратно. Он тоже очень чувствительный. Вот. То есть, мы либо меняем, если у нас чисто saturation равен нулю, то, соответственно, мы с вами используем валевые значения. То есть, при белом у нас никакой абсорбции не будет. Меньше белого, хоть на единицу, уже будет абсорбция. Вот. Ну, в данном случае я немножко поджелтил воду, да, чтобы смешнее было. Вот. И, значит, есть такой параметр дистанция, да. Мы с вами имеем поглощение света с увеличением глубины, да. Чем глубже, тем больше свет поглощается. То есть, что мы с вами получаем? На краях более просвечиваемое стекло, так сказать, в глубине, оно более темное, да. От этого у нас с вами реализуется вот этот вот эффект абсорбции. Вот. Соответственно, воду мы подкрашиваем именно абсорбцией, как и цветное стекло. Значит, параметр абсорбции единственный, который нельзя нам настроить в превью. Почему? Ну, потому что абсорбция у нас имеет, да, глубину. Вот. Вот. Соответственно, у нас материалы в сцене разные. Они могут быть и глубокими, либо тонкими, и так далее. Тут же у нас какая-то сфера, да, имеет какую-то разменность. Нам неизвестно. Поэтому здесь будет одно, а здесь будет другое. То есть, всегда придется рендерами это тестировать. Вот. Либо на глаз, интуитивно. Можно достаточно точно попасть, если есть большой опыт. В принципе, и все. По стеклу, по воде, по растениям. Тут все просто. Значит, коврик, да, просто хорошая модель. Понятно, диффуз, бамп. Что еще у нас? Ну, там растения то же самое, что и здесь. Вот. Но они там плохо видны, потому что они в окне находятся. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас еще с вами. А, у нас с вами есть еще такой. Ну, значит, я не буду этим материалом рассказывать. Давайте дальше пройдемся. Unhide All сделаю. Вот. Кухня там с каким-то пластиком, да, металл. Тут, понятно, с черным диффузом, поэтому черный отображается. Стекляшки всякие. И такая вещь у нас есть с вами, как ЕСКИ. Все боятся ЕСКИ, короним. У всех проблемы с ними. У нас корона лайт, да, имеет. Давайте выберем корону лайт. Сейчас я выберу лайт, чтобы выбрать. Вот. Она имеет у нас с вами ЕСКИ. Встроенный свиток ЕС, да, куда мы можем с вами помещать ЕСКИ. Имеется такая галочка Keep Sharp Pattern. То есть, сохранять вне зависимости от размера самого лайта, всегда будет четкий паттерн нашей ЕСКИ сохраняется. Паттерн это рисунок, да, отражателя, который у нас формируется с помощью файла. Значит, ну, я советую все-таки использовать либо дисковый тип источника света, либо ректангл для, когда вы используете ЕСКИ. Вот. Что у нас получилось? Да, ну, сначала все картинки. Я вот рендерил, первую вы видели. Вторая вот такая вот, вот такая, скорее всего, это перерендерил. Потому что тут оказалось в сцене книжка озеркальная. Я перерендерил еще раз немножко с другими параметрами. Тоже два часа, тоже сдохнет. Вполне чисто, вполне хорошо. Вот. Ну, этот вы тоже видели. Это вот вид на кухню, да. Вот такой вот получился. Конечно, металл немножко здесь шумит. Вот. Но здесь работает уже ЕСКИ. Вот. Можно чуть-чуть подольше подождать было и получить более, менее шумный вариант. Ну, при желании можно шум где-то убрать. Сейчас я говорю о том, что должно быть приемлемое время, да, для текущей, для текучки. Ну, допустим, я лично, как бы, ставлю всегда на, допустим, на дочерендерик. Мне вполне хватает времени, допустим, не ограничивать там двумя часами и так далее. Вот такой вид обратный получился, да. То есть, мы видим какой-то контраст, какую-то игру цветов. Вот. Это все, конечно, смотрится более-менее нормально. То есть, весьма интересно. Я думаю, заказчику и понравилось. Так, еще какой у нас вид есть. Ну, все. В принципе, все. Это что касается у нас демонстрации настройки интервью.